Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня доктор Евгений Комаровский. Здравствуйте, господин Комаровский. Здравствуйте, господин. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, звоните также из-за рубежа код Латвии плюс 371 и пишите в WhatsApp 230 6191. Вы сегодня, в том числе на своем YouTube-канале, активно информируете население о коронавирусе, профилактике коронавируса и нередко развенчиваете мифы, связанные с COVID-19. Вот какие из них на сегодня наиболее распространены в обществе? Мне кажется, специфические мифы касательно COVID-19, они общие для большинства вирусных инфекций. Все верят в какие-то волшебные таблетки, якобы, которые от вируса спасут. Верят в то, что прямо вот сейчас мгновенно изобретут какую-то вакцину. Многие просто верят в то, что их это не коснется. Верят в волшебную силу чеснока, малины, ну и всяких глупостей других. И печально, что всеми этими мифами очень активно пользуются люди, которые на людской глупости, доверчивости, наивности зарабатывают просто огромные деньги. Собственно говоря, это лишний раз подтверждает то, что информация о базовых ценностях, связанных с здоровьем, должна прививаться и обучаться в школе. Это базовые знания, без которых никуда. На ваш взгляд, чем опасен COVID-19, учитывая те беспрецедентные меры, которые сейчас предпринимает весь мир? Латвия тоже, в частности, закрыла свои границы, фактически остановила весь пассажирский международный транспорт. Вот в чем причина, почему именно COVID-19 спровоцировал такие реакции? Вы знаете, на самом деле на этот вопрос до конца-то ответа нет. Я могу вам сказать, вот смотрите, казалось бы, в Италии реально мы видим коллапс системы здравоохранения. Ну, если мы понимаем прекрасно, что если принимаются решения так, как они принимаются на войне, когда, вот главное в чем особенность медицины военных действий, в единицу времени возникает огромное количество людей, которые нуждаются в медицинской помощи, да, и система здравоохранения не успевает им всем помочь. И это фактически то, что сейчас имеет место в Италии. И все вот именно этого и боятся больше всего, что куча народу оказывается за пределами этой возможности им помочь. Отсюда и вся эта суета. Ну, а главное то, что мы реально видим очень большое количество контингент очень серьезных людей, для которых этот вирус представляет не просто опасность, а опасность смертельная. Прежде всего, речь идет о пожилых людях старше 70 лет. Ну, а как на территории Украины этот вопрос решается? Насколько медицина качественно подходит к выполнению? И насколько готова справляться? В Украине этот вопрос не решается в принципе. Вот мы, как бы, наше правительство сделало все для того, чтобы, как я много лет говорю, что, по-моему, мы уже лет 20 живем под лозунгом «Каждая выжившая бабушка приближает крах пенсионного фонда». Поэтому в Украине количество пожилых людей, особенно активных пожилых людей, невелико. Ну, и поэтому у правительства есть шансы реальные потерять, и это небольшое количество людей. Ну, вот если сравнивать эту пандемию с эпидемиями, которые были недавно, от свиного гриппа до лихорадки эбола, которые были и прошли, вот все-таки такие меры не предпринимались, то есть, опять же, почему тогда это не было сделано и вроде как обошлось, а сегодня все это делают? А вот у меня тоже, на самом деле, нет однозначного ответа на этот вопрос. Возьмем тут же, ну, эбола, там специфика, она все-таки, она не может размножаться в наших краях, у нас тут ей холодно, некомфортно, то есть, есть свои проблемы, и опять-таки, особенность именно эболы в том, что эбола в 90% случаев убивает того, кто заражен, и этот зараженный вирусом человек не может ходить месяцами и распространять вирус, понимаете? То есть, ворвалась эбола в эту деревню, там погибло в лучшем случае 90% населения, и все, и ждем, пока вирус придет в следующую деревню. А такого, чтобы человек с эболой ходил и чихал на окружающих, чтобы у него хватило сил дойти, сесть в самолет и куда-то прилететь, такого при эболе не бывает, понимаете? Поэтому эбола убивает сама себя. А вот свиной тот же грипп, который был 10 лет назад, при котором была просто жуткая смертность среди беременных, при котором поражалось и очень серьезно заболевали и погибали именно дети, именно когда вот для COVID-19 как раз тяжелое заболевание у беременных не характерно. Детей он, в принципе, практически не трогает и так далее. Большинство на сегодня, там, людей до 40 лет, в принципе, переносят болезнь дихона. Но он реально поражает старшее поколение. Да, это да. Ну вот как бы почему тогда такого не было, а сейчас до конца непонятно. То есть есть, наверное, какие-то механизмы. Ну, может быть, один из механизмов состоит в следующий. Какой смысл? Ну вот в этом году надо, это применительно к гриппу. Во-первых, у нас есть огромный опыт, мы знаем эпидемиологию. Мы четко знаем, суетись, не суетись, летом он исчезнет сам по себе. Мы знаем, что да, вот у нас есть вирус, в следующем году у нас будет вакцина. Вот у нас есть противогриппозные препараты. Ну, то есть мы, по крайней мере, четко понимаем алгоритм борьбы. А сейчас фундаментальные вопросы эпидемиологии, такие как сколько вирус будет с нами, будет ли устойчивый иммунитет, то есть вакцина, которая в перспективе появится, надо будет ее вводить каждый год или она будет, в конце концов, надолго. Опять-таки, что очень важно еще понимать, что как все вирусы подобные, коронавирус тоже будет все время терять свои патогенные свойства, то есть с каждым годом он будет все менее и менее страшным. И вот эта интенсивность, с которой он будет терять свою опасность, она пока непонятна, может, в следующий год он будет вызывать сопли и больше ничего. Короче говоря, вот эта вся суета связана с двумя параметрами. Реальной смертностью, реальным заболеванием одновременно огромного количества людей. И второе, полной непонятностью эпидемиологического процесса и его развития. Поэтому идут по пути, понимаете, огромная политическая ответственность на любом лидере. И вот есть президент вашей страны, перед ним стоит решение ввести строгий карантин или не ввести. При этом он понимает, что вот сутки промедления в Италии обошлись в несколько сот человеческих жизней. Сутки промедления. И никто из политиков, по большому счету, не готов взять на себя эту политическую ответственность. Дальше могут быть разные модели. Мне, например, очень близка модель, которая сейчас пытается проводить в Великобритании. Она в корне отличается от того, что делают все остальные. Как мне кажется, это общество до конца не понимает. Я вам в двух словах расскажу. Они как бы считают, и с моей точки зрения абсолютно правильно, что вы можете биться головой об стенку, можете вводить все строжайшие карантины, но локализовать вирус, прекратить его передачу, всеми этими методами не удастся. Все равно. Все равно каждый человек вступит с вирусом рано или поздно в контакт. И выработает иммунитет. Как только большинство людей выработает иммунитет, циркуляция вируса прекратится, и болезнь кончится сама по себе. Поэтому что нам надо сделать? Нам надо сделать так, чтобы молодые люди, для которых вирус не опасен, все перезаражались и выработали иммунитет. А за это время, на это время нам надо строжайшим образом изолировать, социально изолировать стариков. И дать им возможность отсидеться, пока молодые сформируют вот этот популяционный иммунитет. Ну вот такой подход, своей точки зрения, очень мудрый. Ну вот вы сказали о пожилых людях. Не раз мы в том числе говорили у нас в студии об этом. И все равно, тем не менее, приходится слышать такие мнения о том, что история с вирусом – это, конечно, не фейк. Действительно, пожилые люди находятся в зоне риска и умирают. Но так или иначе, от обычного гриппа, как считают некоторые, летальность не выше, не ниже. Там статистикой различные манипулируют всячески. Вот как бы вы на это ответили, что касается гриппа и смертности от него? А вы знаете, обычно так говорят те люди, которым на своих пожилых людей плевать по поводу гриппа, им точно так же и плевать по поводу коронавируса. А вы у каждого из тех, кто это говорит, спросите. А он своих родителей привил от гриппа? Они защищены реально? Они перед сезоном гриппа обследовались нормально? Они получают адекватное количество препаратов от давления и шимической болезни сердца? А вы понимаете же, что рядом во всём постсоветском пространстве привезти к бабушке в дом сопливого ребёнка и сказать, пусть он побудет у вас, нам на работу надо. Это же совершенно очевидное явление, понимаете? Когда дети, ведь фактически внуки заражают стариков и убивают их гриппом, понимаете? Люди, которые не прививают своих стариков, которые приводят им сопливых детей, и они рассуждают о том, что им коронавирус не страшен, понимаете? Вот это одна же и та же человеческая логика. А мне другое непонятно. Когда людям говорят, что, послушайте, если вы не боитесь гриппа, вот вы не пробиваетесь от гриппа, ходите в сопливые на работу, то есть вам грипп не страшен. А что вы тогда сейчас истерите по поводу коронавируса? Ну вы гриппа не боитесь. А что вы с коронавирусом устраиваетесь за истерику? У нас звонок, да, только что был, сорвался. Я напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Извините, я не сразу начал слушать вашу передачу, но вопрос к гостю. Если повторять, конечно, не остановите. Как смотрит на интернете часто уже, наверное, бытующее мнение на предмет того, что первопричиной возникновения различных вирусов может служить развитие технологии передачи данных по воздуху, в данном случае интенсивность возникшего последнего, коронавирусов, является одной из причин развития технологии 5G. То есть вы имеете в виду искусственное происхождение или что-то другое? Нет. Влияние волновых технологий передачи данных непосредственно генерирует развитие всяких мутаций, в том числе в данном случае гриппа. Да, спасибо вам за вопрос. Я крайне скептически отношусь к этим теориям. На самом деле для вирусологов, для людей, которые в теме, никакой какой-то уникальной загадки на самом деле нет. Стремительное распространение вируса по миру легко объясняется современными технологиями, перемещением людей, активным общением людей. То есть тут я как раз ничего удивительного не вижу. Даже, знаете, китайцы, они же никогда, многие века, они не понимали, что такое рукопожатие. Ну вы же знаете, как здороваются, да, в Азии? Они же не противники, да? Да, вот. То есть это раз. Более того, представить себе, что два китайца на улице бросятся и начнут друг друга целовать, ну это просто смешно, да? Ну вот, ну то есть я даже проводил там совсем недавно в этом видео обзоре, там, ну как вот здороваются итальянцы, да? Вы же все знаете, то есть кто был в Италии хоть раз, они бросаются друг к другу навстречу, жмут руки, трутся друг об друга щеками, минуту разговаривают, потом опять обнимаются, трутся щеками, жмут руки. То есть пока они не обслюняют друг друга, они же не разойдутся по сторонам, да? А так мало того, что китайцы никогда так себя не вели, то есть они всегда держались друг от друга подальше. И даже тут вот эти вот навязанные обществу западные обычаи, они же входят в китайское общество, понимаете? То есть они, общаясь с западной цивилизацией, начинают многие вещи копировать. В Китае тоже начинают пожимать друг другу руки. А если они общаются с кем-то так, ну из бледнолицых, так вообще обязательно уже надо руки пожимать и так далее. То есть плюс, ну разве можно даже сравнить объём авиаперевозок 10 лет назад и сейчас? Ну это же просто несопоставимые вещи, да? А количество в том же Китае скоростных поездов, количество, то есть где люди находятся тесно друг с другом, перемещаются, путешествуют и так далее. Поэтому мне кажется, что скорее вот эта проблема в том, что реально, ну если мы делаем вот так, какие 5G, если вирус оказывается на Багамских островах, на Вене, понимаете? Багамы, Новая Зеландия, Мальта, Кипр, Мальдивы. Ну то есть вирус разносится по всему миру, это не 5G, это самолёт, это самолёт. Вот в чём проблема главная. Поэтому я понимаю, что сейчас с развитием технологий мы кучу там всяких теорий придумаем. Понимаете, какая ситуация? На свете уже изобретено такое запредельное количество способов убивать людей, что тратить силы на придумывание вируса, который будет уничтожать главным образом не солдат, а родителей солдат. Ну это чушь собачья, просто это попытки отвлечь нас от реальных проблем, от всего остального. Я тут вообще не вижу всё совершенно с вирусом. Как раз вот в этом плане происхождение вируса, как он ворвался в человеческую популяцию. Более-менее как раз тут понятно. Тут нет каких-то загадок. Если бы вы посмотрели тот массив данных, который есть на сегодня у генетиков, у вирусологов, у биотехнологов. Ну просто сейчас уже на сегодня десятки тысяч научных статей на медицинских ресурсах о структуре вируса и так далее. Ну вот буквально же я вчера, позавчера записывал видео, вчера, по-моему, записывал видео большое, где рассказывал о том, что какое это на сегодня событие, что вот считалось, ну вы знаете, наверняка, ваши слушатели знают о том, что было уже два опасных коронавируса. Раньше там SARS и MERS, вы об этом слышали наверняка. Но у них была принципиальная особенность. Они были намного более смертельные, чем COVID-19, но они не передавались от человека к человеку. То есть один передавался только от летучих мышей к человеку, второй передавался от верблюда к человеку. Но факт остается, что факт был другим. Эти вирусы, они очень интенсивно менялись. И очень быстро стали слабенькие и пропали. И вот когда появился COVID-19, и в течение примерно полутора месяцев он был, менялся, но был относительно стабилен, то в общем-то вирусологи всего мира как-то очень подуныли. Подуныли в плане том, что вирус плохо меняется, и поэтому в течение длительного времени он может сохранять свою патогенность, высокую смертельную опасность. И вдруг, буквально несколько недель, по неделю, по-моему, 10 дней назад, в Сингапуре обнаружено у восьми пациентов сразу мутировавший коронавирус, у которого отсутствует огромный фрагмент, причём чуть ли не в той зоне, которая больше всего отвечает за смертельный, за его опасность. Понимаете? То есть подтверждается тот факт, что вирус так интенсивно меняется, и что есть, оправдываются прогнозы, что с течением времени вирус потеряет свою вероятность. Но это речь идёт о том, что это произойдёт в следующем году, через год. На нас с вами ядовитого вируса хватит. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернёмся и продолжим. Небольшая пауза. Доктор Евгений Комаровский у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Доктор Евгений Комаровский с нами на прямой связи. Ещё раз здравствуйте. Добрый день. И у нас звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Извините, я повторно. Очень жаль, что предыдущий мой вопрос так много времени передачи. Ты не спрашивал или не говорил о том, что 5G способствует передаче вируса, а что технологии развития волновых передач информации и данных способствуют тому, что вот эти вирусы присутствующие как раз менялись и генерировались другие подвиды, в результате чего мы не успеваем за тем, чтобы изменить, как влияет развитие технологии электроволновых магнитных. То есть мутирует ли вирус, правильно мы понимаем? Конечно, конечно. Нет, ни в коем случае, ни речь не идёт о... Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Убедительных данных в пользу вашей теории на сегодня нет. Вот видите, как я кратко могу отвечать на ваши. Да, звоните нам и вот ещё. Ещё примем, да, звонок много у нас, звонков. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый. Мне кажется, наше правительство, не знаю, как у вас там, а у нас оно просто в растерянности. Каждый день то говорят мыть руки, то ещё что-то. Сейчас придумали, сказали, в магазинах надо... Друг от друга в очереди держаться через два метра. Да, дистанция. Ну, хорошо, стояла я сегодня за курицей. На два метра люди стоят друг против друга. А когда подходишь к продавщице, я ей даю деньги, она мне сначала, то есть выдаёт она мне товар, потом она голой рукой даёт мне сдачу, я взяла, пошла, тут же сзади меня следующий покупатель, то же самое. Голые руки, деньги. Ну, а толку от того, что мы стоим друг от друга на два метра. Да, спасибо. Ну, на самом деле, если у вас есть возможность держаться подальше от ста человек, но нет возможности держаться подальше от продавщицы, это же всё равно хорошо, что у вас нет риска общения со ста людьми, а есть риск только общения с деньгами. Главное, чтобы когда взяли деньги от продавщицы, постарайтесь, пожалуйста, вы этой рукой не прикасаться к лицу. Засудут деньги там в кошелёк, куда вы их засовываете, это раз. И я опять-таки глубоко убеждён в том, что технология жизни в вашей стране вполне допускает, чтобы люди пожилые перестали пользоваться наличными деньгами, а использовали кредитные карточки, и эту карточку намного удобнее протереть тем же спиртом или даже водкой, понимаете, и она станет намного чище, потому что купюры протирать достаточно сложно, это раз. Второе. А вот, может быть, я бы моя, будь моя, я бы вообще запретил, запретил эпидемии, вот в таких ситуациях, проводить оплату наличными деньгами, чтобы не подвергать риску, потому что в данной ситуации мне больше всего жалко эту продавщицу, детей этой продавщицы, мужа этой продавщицы. Вот сидит человек на кассе и каждый день рискует жизнью, реально рискует жизнью, потому что одна куча народу туда стоят и так далее. Да нельзя представить, что в цивилизованной стране вообще не должен на кассе сидеть человек, который не защищён, перед которым нет экрана специального, перед которым не привит от гриппа и от всего, чего можно быть привитым. Потому что люди, которые на переднем крае общения с другими людьми, работники торговли, работники городского транспорта, учителя, врачи, именно защите людей надо уделять самое пристальное внимание. У нас всегда страшная проблема. Для нас купить какой-нибудь аппарат сейчас в больницу – это первое дело, а защитить лишний раз медработников – об этом думают все в последнюю очередь. А что касается риска, который в обществе, наверное, мы сами увеличиваем для себя, учитывая те меры профилактики, которые, возможно, утрированно принимаются человеком. Вы говорили в своём ролике на Ютубе как раз о том, что чрезмерное употребление, опять же, мыла на слизистой, оно тем самым делает слизистую более уязвимой и, опять же, иммунитет ослабляет. Насколько это распространено, что люди так чрезмерно, принцип «не на вреде», опять же, здесь должен присутствовать? Ну, давайте уточним, да. Люди вообще, ваши слушатели, понимают, что такое слизистые оболочки? Ну, будем надеяться, что так. Мы надеемся, да. То есть то, что внутри носа, то, что под веком, то, что в полости рта, то, что за пределами там… Ну, короче, дальше уже начинается интим. Короче, так вот, не надо наносить мыло на слизистые оболочки. Вообще, ни на какие. Слизистые оболочки не моются мылом. Вы знаете, например, что чуть ли не главная проблема гигиены детей? Это когда мамы начинают подмывать девочек мылом, а потом приходят с ожогами химическими. Или мамы моют мальчуковые писюны мылом, а потом с ожогами и воспалениями приходят к врачам. Вот отсюда потом кричат, что же вы довели ребёнка, надо ему теперь обрезание идти и так далее. Это всё мамы со своим мылом, понимаете? А кто вам виноват, что люди не знают элементарных… То есть понимаете, какая ситуация? Мы учим людей в школах синусом, косинусом и какой город столица Индонезии, но не можем их научить, как мылом пользоваться. Вот это меня бесит, потому что мы в 21 веке не можем в конце концов понять, что знания, которые даются детям, это базовые знания о правилах жизни, о здоровье, о том, что такое хорошо и что такое плохо. И тогда бы не было возмущённых разговоров, какой ужас нас заставили стоять в двух метрах друг от друга. Это же трагедия страшная, понимаете? Людей заставили, блин, руки мыть и держаться подальше друг от друга. Это же надо позвонить, возмутиться на всю страну, потому что то одно говорят, то другое. Вы понимаете? Вот же до чего мы все дошли. Еще звонок у нас, точнее много звонков, но примем один из них. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я снова и последний раз. Да, пожалуйста, коротко. Да, теории о влиянии электрификации всего мира существуют в времен его развития, в чем участвовал, в скорах, в которых участвовал сам Вольт, как, например, следовательно, в Ютубе, в том числе, где можно встретить вашего гостя, это тоже можно видеть. Спасибо. Я в Ютубе могу видеть что угодно. Послушайте меня. В конце концов, когда врач с опытом работы, умением работы со специальной литературой общается с большой аудиторией, его задача не гипотезы тут говорить, а говорить о вещах, которые имеют под собой хоть какое-то обоснование. Понимаете? Это раз. И второе, если вы приживаете, если логика состоит в том, хотите не болеть вирусными инфекциями, отключите 5G электричество и вернитесь в пещеры, то мало кто согласится, жить по такой логике. Поэтому, Майяло, как вообще, расскажите, как может существовать болтком, какая у вас там вообще, если один и тот же человек может три раза дозвониться, а остальная ваша очередь никак дозвониться не может. Где социальная справедливость? Давайте попробуем ее восстановить. Сейчас снимем еще один звонок. Да, предмодерации у нас не существует. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Отключился у нас радиослушатель. Он четвертый раз дозвонился. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните. И есть у нас звонок. Посмотрим. Да, мы слушаем вас. Сейчас на линии. Здравствуйте. Доктор, вы главное успокойтесь и не нервничайте. Держите себя в руках. У меня к вам конкретный вопрос. А вот смотрю тоже ваши блоги, я ваш подписчик. Я от вас не услышал пунктов. Дайте пунктов нашему и вашему правительству во время коронавируса. Первое, второе, третье, десятое. Что конкретно делать без эмоций? Да, спасибо вам. По пунктам. А вы знаете, я по пунктам начинал, по-моему, два месяца назад. Первый пункт. Сделать всё для защиты медицинских работников. Это раз. Убедиться в том, что есть достаточное количество за любые деньги купить, организовать везде, защиту научить именно медработников. Это на сегодня везде это самое слабое звено. Медицинские работники, они первые заразятся, попадают, вы останетесь без помощи. Это первое. Второе, немедленно прекратить, освободить максимальное количество коек в лечебных учреждениях. Все больницы, которые могут не заниматься сейчас всякими плановыми услугами, должны быть закрыты, перепрофилированы и ждать большого количества больных. Все аппараты, искусственные вентиляции, легкие кислородные концентраторы, заводы, производящие кислород, баллоны для транспортировки кислорода. Всё это должно быть полностью высвобождено только на нужды предстоящей возможной эпидемии. Это два. Дальше. Внимание всего общества, социальной сферы, перепись стариков, констатация того факта, что любой пожилой человек старше 70 лет, обнаруженный за пределами квартиры, в городском транспорте, в супермаркете, где угодно, лишается там пенсии, наказывается, а социальная услуга при этом, перепись всех, доставка на дом, продуктов, туалетной бумаги, необходимых лекарств и так далее. Это главная задача. Привлечение детей, которые вне зоны риска, для того, чтобы помогали пожилым. Карантинные мероприятия, с моей точки зрения, это скорее речь идёт о политической ответственности. С утра до ночи рассказывать людям, как себя вести. Если отмечаете, а дальше это уже, извините, политика органов здравоохранения. То есть готовы вы принять, что каждый человек с соплями должен срочно бежать к врачу? Главный лозунг — никуда не бежать, находиться дома, находиться именно дома, консультироваться с врачом по телефону, всячески использовать скайп для общения с врачами, понимать всем, что тактика действий при вирусных инфекциях она не зависит, по большому счёту, от врача, она мало очень управляется лекарствами, и поэтому это базовые вещи, которые я всю жизнь рассказываю и не вижу смысла повторять. А по поводу, знаете, вашего лозунга доктора не нервничает, я вам честно скажу, я в этой каше варюсь уже сороковый год, да-да, уже сороковый год, и я могу сказать, что всю жизнь у меня больше всего на мои нервы действуют, когда люди всё время думают, что их от вирусов и всего остального защитит государство. И я вот это слышу в этих вопросах, что вот нам то одно говорят, то другое, нам не хотят организовать, нам не хотят помочь, перестаньте надеяться на то, что государство спасёт вас и ваших детей от соплей. Государство, наоборот, боится, боится оставить вас без лечения и придумает всякую фигню, и в результате люди получают кучу лекарств с недоказанной эффективностью, приходит врач, вам 40 лет, у вас температура 38, вас вместо того, чтобы лечить дома, напуганный врач коронавирусом направляет в стационар, там вы имеете госпитальную инфекцию, от которой умираете. А вам, поэтому, всех, кого можно лечить дома, надо лечить дома. Это очень важно. Но люди, как правило, не хотят брать на себя ответственность, сами пытаются переложить эту ответственность на государство, на врачей, и в результате мы имеем то, что имеем, жуткую медицину 21 века, которая заточена на очень дорогие методы лечения, которые реально приводят к ухудшению жизни всех нас. Я хотела бы уточнить из сказанного вами, вы сказали, что перепрофилировать больницы, то есть это ведь появится тогда риск заболевшему не коронавирусом, уже не найти помощи. В больнице будет перепрофилировано. Надо чётко понимать, что есть понятие неотложной помощи, да, и всё, что работает на неотложную помощь, должно сейчас быть, то есть если человек ходил 40 лет с геморроем, он походит ещё 2 года с геморроем, потом его прооперируют. Но отделение хирургии на это заточено, может сейчас, если у них есть анестезиология, аппаратура для искусственной вентиляции лёгких, подготовленные кадры, они могут работать. И я ещё раз обращаю внимание, главная проблема, главная проблема — это персонал, это медработники. И как бы, чтобы вы… То есть на самом деле реально можно высвободить стены, можно поставить аппараты, но вы не найдёте должного количества экспертов по интенсивной терапии, анестезиологов, сестёр способных работать. Более того, вы сейчас не найдёте ни в одной стране должного количества людей, которые умеют правильно одеть костюм медико-биологической защиты, чтобы не заразиться в первые же два часа. Поэтому с высокой степени вероятности, когда начнётся массовая заболеваемость, 50% медработников разделят судьбу своих пациентов. И окажется, и будет то, что мы имеем кругом, коллапс системы здравоохранения. Он невозможен только в странах с диктатурой. С диктатурой. И мы это видели. То есть Китай реально может навести порядок. Но нам надо либо диктатуру, либо английский метод действия. То есть когда мы продолжаем жить обычной жизнью, но все усилия страны направлены на социальную изоляцию критически опасного контингента. Я бы пошёл по этому пути. Ещё звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день всем. Тут получается не кронавирус, а каравирус. Я бы так назвала. Вопрос задавайте. Мало времени. Сейчас вопрос. Я именно вопрос. Наши ведущие очень это боятся. Я с юмором всегда. Они вырубают. Но как я знаю врачи, они такие очень такие юмористы, острые. И вот я хочу сказать, что вирус этот, это супермен, который умеет летать. Он летал, самолёта не было. Да, вопрос задавайте. Очень мало времени. Вопрос, вопрос. Мылом мыть учить. Там дети купаются в таком болоте загрязнённом, этим моря все. Да, спасибо. Но всё-таки нет у нас времени. Примем следующий звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Доктор Владимирович, я зовут. Немного противоречить. Вы же говорили, что без политиков как бы. Но ведь политики же будут заниматься вашими рекомендациями. И так ли? Перепить там стариков. Нет, политики не будут на меня реагировать вообще. Я частное лицо, на меня реагировать не надо. Вы спрашиваете, что бы делал я? Я говорю. Я не являюсь экспертом в семинарной анализации здравоохранения. Я эксперт по переводу специальных медицинских знаний на человеческий общедоступный язык. Я просто пытаюсь вам объяснить, что когда ваше правительство примет какое-то решение, то я вам пытаюсь объяснить, какие варианты действий есть у вашего правительства, чтобы они вам были понятны. А решение, естественно, как я могу консультировать ваше правительство, какое я имею на это моральное право. Я даже свое не консультирую. Еще раз звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Да, мы слушаем вас. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Да, я. Очень часто обращаюсь с вопросом к доктору. Считаю его достаточно в этой связи с знающим человеком. Ну, я вот только недавно уравнивался, что в государство мы рассчитываем, чтобы государство нам помогало. Вот как он относится к тому, что государство, с одной стороны, даже нам немножко вредит. Вот по закону у нас сейчас детские сады. Вы слушаете, да? Да, мы слушаем вас, конечно. Чем вредит? Детские сады у нас сейчас не в таком же положении, как вот школьники. Школьники на каникулах, а в детских садах дети присутствуют, и мы прекрасно понимаем, что они, может быть, даже и не болеют сами. Они уже, может быть, там... Да, я вас не выключал, но мысль понятна. Сорвался звонок, да, насчет детских садов. Мы там видели одно из самых утешительных явлений по поводу COVID-19 в том, что на сегодня не зафиксирована ситуация, когда дети заражают взрослым. Понятно? То есть все наоборот. Взрослые заражают детей, как правило, в семье. Обратные пока нет такой тенденции. То есть все-таки меня дети не очень в данной ситуации волнуют, как детского врача, тем не менее. Меня волнует то, что их родители, сплошь и рядом оказываются, нетрудоспособными. Им просто не до детей в данной ситуации. А с учетом всех этих карантинов и закрытия огромного количества предприятий, учреждений, куча людей оказывается еще и без средств существовать. Еще звонок у нас раскалывается. Ну да, имя много. Звонков, здравствуйте. Вот вопрос. Пожалуйста. Все упирается в иммунитет. Не кажется ли вам, на югах там вечная инфекция и пандемия, но они выживут, а мы не выживем. У них крепкий иммунитет. Вот невежда нашей ведущей. Да, спасибо вам. Дело в том, что каждый возбудитель конкретной инфекционной болезни, конечно же, есть болезни, с которыми можно справиться с помощью иммунитета, да. Но когда к вам приходит там чума, эбола, холера, полиомиелит, с иммунитетом большие проблемы. Тем не менее, применительно к COVID-19 у подавляющего большинства людей иммунных сил абсолютно достаточно для того, чтобы справиться с вирусом. Абсолютно достаточно. Критические, именно кризисные категории людей, это люди старше 70 лет, очень часто медработники, которые находятся в стрессах, в недосыпании, которые постоянно контактируют с кучей микробов и с кучей антибиотиков. Вот это реально, действительно, очень такой серьёзный континент. Ну и опять-таки, вы должны понимать, что в любой популяции всегда есть люди особо чувствительны к конкретному возбудителю. В конце концов, при заболевании корью из 100 тысяч людей один умирает 10. Из тысячи – один. Почему 999 людей от кори корью переболевают, а один умирает? Потому что у него именно есть какая-то генетический дефект иммунной системы по отношению именно к этому вирусу. Наверняка, по именителю коронавируса ситуация аналогичная. Большинство перенесёт его очень-очень легко, старики перенесут тяжело, а среди молодых будет один на тысячу, который будет высоко чувствительным и тоже может заболеть тяжело. Да, это так. Оксана у вас спрашивает в Фейсбуке. В одной из своих передач доктор советовал делать прививку от пневмокока, чтобы снизить риск осложнений. Спросите, есть ли смысл делать эту прививку сейчас, когда уже растёт заболеваемость? Ну, прежде всего, вы должны понимать, что есть определённые категории людей, кому эта прививка показана в первую очередь. Как правило, всё-таки это дети до 5 лет и старше 65 лет. Это раз. Она целесообразна в любое время при условии, что вы можете организовать эту прививку без дополнительных рисков. Понимаете? То есть, если надо пойти в поликлинику и там стоять или сидеть в очереди в сопривой толпе, то это делать не надо сейчас. Но надо это иметь в виду и организовать эту прививку, например, в августе месяце своим пожилым родителям. И сказать им категорически, мама, если ты не сделаешь, я тебя любить не буду. Что касается того, что сейчас растёт заболеваемость, спрашивают Оксана, целесообразно ли её делать? Ещё раз говорю, целесообразно, но только при условии, если вы сможете её сделать, не подвергая себя дополнительному риску. Если не надо идти, если вам врач назначил на 15.00 прийти на прививку, вы придёте, зайдёте в кабинет, не будете с кем сопривым контактировать, тогда можно. Если к вам придут домой и сделают, тогда можно. Но если для вакцинации надо сесть в трамвай, проехать в толпе в трамвае, потом посидеть в очереди в поликлинике и контактировать, тогда, конечно же, не надо. Ну, собственно, мне кажется, я абсолютно понятен в данной ситуации. Да, ещё тогда примем звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Давайте вопрос, пожалуйста, коротко. Здравствуйте. Да, у меня очень простой вопрос. Вот смотрите, есть ситуации, когда, например, любой коронавирус или там вирус гриппа, вот я пообщался с человеком, а он говорит, знаете, я себя плохо чувствую, и есть ли какие-то экстренные меры, что сделать, чтобы не заболеть именно вирусной инфекцией? Да, спасибо. Огромному, при огромном сожалению, применительно, по крайней мере, гриппу, коронавирусу, такого нет. Вот нет и всё. То есть, если вы пообщались с человеком, который говорит вдруг вам, ой, у меня корь, то вас можно успеть привить от кори дополнительно. Понимаете, если у вас был контакт с вирусом бешенства, вас можно привить. А вот если речь идёт о коронавирусе или гриппе, не успеем. Поэтому надеяться только на своему нитку. Главное просто, действительно возникает, что у каждого из нас есть такие, знаете, традиции. Вот засвербило в носу, кто-то пьёт водку, кто-то ест сало с чесноком, кто-то ходит в баню, кто-то... Вот есть, но, тем не менее, методов с доказанной эффективностью, которые позволяют прервать начинающиеся вирусные не существуют. Ну, Лукашенко, кстати, посоветовал ходить в сауну и пить водку. Ну, ради бога, ему конкретно помогает. Но дело просто в том, что президент стороны может давать рекомендации, которые помогают лично ему. А врач не имеет на это право. Врач обязан рекомендовать то, что доказана медицинская наука. И знаете, я помню, когда-то я был на рыбалке, вот мы сидели, такой, такая, поворот реки, это река Десна, на поворот реки и на противоположном берегу коряг, куча обрыва, куча коряг. И вот один мужик ночью пьяный разбегается и прыгает в воду там, где коряг. И после этого хлюк такой и крик, ребята, прыгайте, здесь коряг нету. Понимаете, то есть, если человек прыгнул и ни на что не напоролся, то лично он, возможно, имеет право приглашать всех остальных. А врач на это, поэтому, если президенту это помогает, конечно, он может, дай ему Бог здоровья. Ну, еще картошечку в носочке, картошечку в носочке. Успеем ли мы еще, да, успеем один звонок еще принять. Здравствуйте, задавайте вопрос, пожалуйста, коротко. Слушаем вас. Знаете, у меня такой неудачный опыт именно с прививками от гриппа. Никогда не делали, вот сделали один раз и весь год болели. Ну, не обязательно, я не знаю, гриппом не грипп, но простуду весь год были. Да, спасибо. Понимаете, если бы вы сказали, я сделала прививку от гриппа и после этого заболела тяжелым гриппом, но это было бы совершенно нормальное, казалось бы, объяснение. Ну, понимаете, вот логика примерно такая, я никогда не покупала страховку на автомобиль, но вот купила страховку на автомобиль и после этого мой мотоцикл угнали. Ну, ну, нет здесь логической связи, вы понимаете, причем, то есть вы хотите сказать, что прививка от гриппа сделала ваш организм несчастным, то есть вам ввели антиген гриппа, да, там конкретный, и после этого вы стали болеть всеми остальными болезнями. Какой механизм всего этого? Ну, просто это какое-то внушение, но никакой, а я, например, могу вам сказать, что я с последние 22 года прививаюсь от гриппа, я врач, который каждый год контактирует, как только первый грипп в городе появится, он же приходит ко мне на прием, и я 22 года не болел гриппом. Это о чем-то говорит, мои дети привиты гриппом, мои внуки привезли от гриппа, и мы не болеем гриппом, реально не болеем, я не выдумываю ничего. Ну, поэтому, я не могу, ну, короче, у каждого свой опыт, я просто пытаюсь делиться опытом, не своим, это неправильно будет, если я буду опираться на свой опыт, я опираюсь на позицию медицины, цивилизованной, доказательной, которая ответственна за то, что она пишет и утверждает. Мы благодарим вас за ваше мнение, спасибо, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Евгений Комаровский был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Будьте здоровы. Спасибо.